самое печальное в сериалах это то что рано или поздно будет последняя серия приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня мы с вами посмотрим на процесс вышивания последние четвертой сезонные лисички от анны пятеновой началась эта история у меня в декабре прошлого года когда 1 декабря я ничего не подозревающий человек зашла в инстаграм и увидела что анна пятенова вышла нет не вышла разработала зимнюю лисичку я поняла что она очень не напоминает одну мою подругу и решила ей ее вышить и так как времени было мало извернуться оформить ее во что-то другое я уже как-то не смогла и решила будет пин кип отличный новогодний возможно немножко великоватой для новогодней игрушки но как для декора интерьера должно быть шикарно я вышила эту лисичку я ее оформила вот так она выглядела а потом я не смогла остановиться потом анна пятенова весной выпустила весеннюю лисичку ее я также вышивала вот так выглядела она я это скрывала от получательницы она была в шоке когда увидела вторую лису ну а дальше уже не сложно было предположить я думаю уже ни для кого не было тайной что я не смогу остановиться на двух лисах я вышила летнюю лису вот она и ждала с нетерпением когда анна пятенова выпустит осеннюю лисичку схема вышла я поучаствовала в очень коротком предзаказе который длился два дня но я успела в нем поучаствовать у меня появилась схема вот так будет выглядеть эта лисичка и конечно же к ней пора приступать четвертую лисичку я думаю что это будет очень как-то символично получательница получит получательница получит в дополнение к подарку на день рождения уже в этом месяце в октябре поэтому нужно нужно приступать я очень часто хотела бы их увидеть всех вместе возможно я попрошу если я буду вручать подарок лично я возможно попрошу принести предыдущие три его как-то их с ними сфотографирую потому что ну мне кажется они все четыре вместе будут смотреться здорово но пока что лисичек у нас только три четвертая в процессе вернее в процессе подготовки пока что как вы видите у меня есть ниточки они так здесь предполагается 22 цвета dmc у меня здесь уже все кроме белого вот такая вот будет цветовая гамма если в предыдущие лисички я подобрала ткань практически такую же как было на превью она такая вот фиолетовата коричневатая что такое но сейчас она представила лисичку на таком голубоватом фоне я ее на таком фоне не вижу я предполагаю какой у меня будет шнурок по краю этой лисички поэтому я хочу ткань какую-то бежевую вот молочную что то такое в общем как вы видите у меня уже есть пяльцы это нурге двойки я на них вышивала и предыдущую и думаю эту так здесь у нас как я уже сказала ниточки и выбор ткани вышиваю я этих лисичек на мурана потому что я хочу сделать максимально маленькими насколько это возможно у меня выбор из двух тканей первая это мурана 99 цвет это такая вот приятная молочная и у меня есть вот такая вот ткань это у нас мурана 264 она потемнее вот если смотреть видите она потемнее и я склоняюсь именно к ней мне кажется потемнее здесь вообще не помешает я уже кстати что то что кто 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 отгрыз вообще мне кстати кажется помню наверное кто отгрыз возможно лисенок от барбары и анны фокси на вот этой ткани вышивался с большой вероятностью в общем да что то я уже на ней вышивала и буду на ней вышивать лисичку сейчас пересчитаю еще раз по калькулятору конвы сколько мне нужно ткани по-моему я померила что с запасом в 4 см мне нужно 21 на 18 см что то такое но если будете вышивать обязательно еще тоже перемеряйте 62 на 79 см мне показывает кростич сага размер сетки и вышивка в сантиметрах должна быть 9,8 см на 12,5 см это без припусков у меня есть уже трафаретик по которому я потом вырезаю и делаю пин кип ткань для задника я либо выберу из своих либо приобрету на выставке Handmade Expo на следующей неделе шнурочек я уже собираюсь отрезать у подруги она мне предложила и у нее прям два шнурка есть мне кажется один из них должен 100% подойти так что в отличии от момента когда я вышивала летнюю лисичку у меня не было ничего кроме ниток и вдохновения то сейчас я уже практически даже представляю как я ее буду собирать я в предвкушении нелегкие обычно схемы у Анны Петунова я их уже вышивала достаточно много вот 4 лисички потом я еще вышивала 2 новогодние игрушки сейчас я вышиваю еще от Анны Петуновой ведьмин огород осеннюю схему не очень просто бывают такие разбросы крестиков то есть мало очень таких цветовых пятен но зато получается классно и бэкстич у нас здесь будет кстати целых 3 цветов если мне не изменяет память в предыдущей лисичке там одним серым цветом весь бэкстич сделался здесь у нас будет 317 это серым как раз я думаю это и будет основной бэкстич 932 а нет это не будет основной бэкстич это каких-то несчастных 38 стежков основной это у нас будет 938 в 1 и в 2 сложения то есть основной бэкстич будет делаться коричневым да да вот я смотрю на это и я понимаю что это оно вот это оно однозначно это ее ткань и также будет много белого бэкстича что а тут будут такие как дождинки вот будет дождик изображаться милая такая лисичка эти ушки из капюшона торчат в общем мы конечно с подругой ждали тыкву особенно подруга она вот просто вот осенняя лисичка там наверняка будут тыквы потом она увидела иллюстрацию и такая где мои тыквы но потом она сказала что грибочки тоже очаровательные в общем и грибочки и листочки не люблю осень но зато мне нравится как это выглядит на фотографиях на иллюстрациях в общем такие же у меня отношения и с зимой она для меня красивая исключительно только когда наблюдаешь за ней из окна в общем в этой работе будет 2130 крестиков и 1203 полукрестика 48 французских узелков кстати но там будут ягодки изображаться я думаю что французские узелки это в большинстве своем ягодки и да я не вышиваю ни в одной лисичке вот эту надпись внизу там я если сейчас покажу вам еще раз превью там в каждой лисичке внизу надпись соответственно зима-весна лето-осень я их не вышиваю потому что они у меня ну представляете да насколько они увеличат диаметр самого пин кипа по ним и так понятно что это осень поэтому надписи эти я мне вышиваю так что крестиков у меня будет чуть чуть меньше ну кстати я сейчас попробую выделить в саге эту область и посмотреть сколько у нас конкретно крестиков в надписи вот видите выделила я вот эту вот область и смотрим внутри области у нас осталось 72 крестика то есть надпись это у нас 72 крестика так что вот это вот можно будет уже вычеркивать а к остальному буду приступать я себе подбирала ткань очень удобно это можно делать в саге я себе подбирала и вот ну что-то приблизительно такое я думаю конечно не совсем такое но что-то похожее я смогла подобрать ой слушайте экран светится и вообще ткань это зеленая а ну если убрать странные такие вещи делает моя камера мне кажется не только моя ладно ничего как-нибудь разберемся в общем что-то похожее должно получиться такая вот будет милая лисичка я приступаю и встретимся с вами когда у меня уже будет какая-то организация процесса и когда я думаю что моя лисичка уже будет вышита но без бэкстича с момента нашей предыдущей встречи прошел практически месяц мне уже на следующей неделе мне нужно эту лисичку дарить похоже что ее можно дарить похоже нет поэтому мне нужно сейчас как-то быстренько-быстренько в темпе сделать по этой лисичке дичайшее количество бэкстича я вчера посмотрела на то количество бэкстича которое мне нужно сделать и осознала что все это мне придется тут воплотить давайте покажу вам поближе как выглядит лисичка без бэкстича выглядит она крайне размыто я даже забыла что тут грибочки вот это вот история в корзинке тут пойди угадай что это корзинка я уже молчу про грибочки вот эти вот несколько точек я вообще не могла понять что это такое сегодня уже посмотрев на превью я поняла что это желуди и скорее всего вот эти вот обособленно стоящие несколько крестиков это тоже желуди я смотрю на схему да это будут желуди были одиночки в этой схеме одиночки по одному крестику вот вы можете видеть ее еще в каких-то местах непростая схема очень непростая не могу сказать что я была этим удивлена но да часто нужно крепить вот тут вот мишанина цветов в этих листочках но зато должно быть красиво после того как я сделаю поэтому дикое количество бэкстича бэкстич я вам наверное уже должна была говорить бэкстич у нас будет белым 317 это серым в общем им я привыкла делать бэкстич на лисичках но у нас еще будет 938 и основное количество бэкстича то есть кто-то еще кто-то еще клеил ровно наклейки но ее уже не отодрать ну значит будет так 938 будет у нас основное количество бэкстича так что вот это вот самое яркое что появится а белым у нас скорее всего будут делаться хотя у нас белое здесь и в одной и в 2 сложения но я сейчас посмотрю по саге что у нас будет делаться белым так белым в одно сложение у нас будут делаться как раз таки вот эти вот такие капли дождя и наверное белым в два сложения сейчас посмотрим но мне кажется что там тоже капли да там будет как бы основание этих капель грубо говоря делаться тоже сама, то есть вот эти вот такие полосочки будут делаться белым, а вот сама этот полукруг, капельки будет делаться белым в два сложения красиво, я думаю, получится но я, наверное не могу сказать, что это моя самая любимая лисичка из всех возможно я переношу на нее какие-то свои не очень хорошие ассоциации с осенью я не люблю осень вот этот весь романтизм, сейчас я вам тут напущу в такую, казалось бы хорошую историю ложку дегтя говорят люди вот осень, это так романтично все такое золотое, деревья одеваются в какие-то там в оранжевые цвета, все такое золотое все такое красивое, и вот это вот мое любимое, просто природа засыпает давайте смотреть правде в глаза, она умирает ну вот не знаю, для меня это не так, что она засыпает я понимаю, что она проснется но я прям вижу вокруг нечто другое и это было всю жизнь я не могу от этого избавиться поэтому я не могу мне уже, знаете, или не 15 скорее всего уже такая я и буду я не могу настроиться на какой-то вот этот вот осенний романтизм для меня это каждый год трагедия, которую я не могу остановить на которую я не могу повлиять и за которой я вынуждена наблюдать кто-то еще относится интересно так к осени, как я есть еще такие неисправимые романтики напишите в комментариях вдруг я не одна такая не могу смириться с казалось бы естественным ходом событий может быть поэтому эта лисичка как-то вот меня не очень сильно вдохновляет она красивая безусловно она будет красивая она будет яркая но весеннюю и летнюю мне как-то легче вышивалось чем вот эту вот рыжую ушастую женщину которая уже в этом в плаще с капюшончиком под дождем хорошо хоть грибов успела она собирать пока дождь не пошел и то все в семью в общем я использовала вот такой вот органайзер это по-моему классик дизайн усовершенствованный с помощью такой вот штуки от канцелярской папки очень удобно обожаю такие органайзеры нитки я вам показывала в них ничего не изменилось кроме того что я новые наклеечки на них наклеила с номерами дмс ткани я на выставке handmade expo подобрать не смогла осеннюю к этой работе но я себе заказала с алиэкспресс огромное количество тканей показывала недавно видео о покупках там больше 100 маленьких отрезиков я надеюсь что уж для этой лисички я что-нибудь оттуда смогу себе подобрать и по поводу шнурка ко мне приходила моя подруга Оля и мне принесла привезла принесла вот такие вот два шнурка что самое интересное это то что я их дарила они тоже с алиэкспресс и вот она хотела такие и вот у меня есть такой вот коричневатый рыжеватый коричневатый давайте сразу посмотрим я если честно не прикладывала еще но это конечно нужно еще и к ткани но вот этот красивый красивый если я оформлю вот этим шнурком эту лисичку получается у нас не с таким шнурком только зимняя только самая первая а получается летняя весенняя и осенняя будут с вот таким вот вот это мне кажется будет красиво и есть еще вот такой вот светленький но светленький бледнее светленький мне меньше нравится вот это мой мой фаворит они очень подходят потому что здесь в вот этот вот в этом овале по кругу в этом овале по кругу господи, что с тобой с утра вот в этом вот овале у нас обычно всегда по контуру листики разные и тут тоже листики получается но очень красиво смотрится вот так вот ложится сам шнурочек и торчат эти листики во все стороны в общем план такой бэкстича как я уже сказала 25% от всей работы это бэкстич сейчас пойду его выполнять не знаю смогу ли за один день но конечно очень сильно постараюсь но я думаю что выйдет хорошо такие запасы ткани я ого-го какие взяла в этот раз но зато вот там можно видеть как это все выглядит с изнанки зато видите мне удалось хорошо это все запялить в отличие от предыдущих раз в этот раз у меня все хорошо поместилось в пяльце нурге все я пошла лисичку дошивать потом ее буду стирать оформлять и увидимся с вами скорее всего возможно уже даже с оформленной лисичкой посмотрим может быть я уже действительно покажу вам ее уже в готовом виде ну что все-таки я решила показать вам и некий промежуточный результат промежуточный этап между уже готовой работой и ее оформлением я думаю вы еще не успели забыть насколько размытой выглядела эта лисичка и что я вам хочу сказать я в который раз убеждаюсь что Анна Петунова у магии бэкстича знает все потому что сейчас лисичка моя выглядит вот так посмотрите какая красота мне это безумно нравится вот мне безумно нравится как это получилось вот эти листочки каждый из них очерчен вот эти вот странные я не могла понять что это это оказались маленькие желуди эти грибочки в корзинке конечно за один день я здесь с бэкстичем не справилась я вам скажу честно я его делала на протяжении двух дней такими наскоками но давайте покажу поближе это все это у нас коричневый в одно и в два сложения его конечно было больше всего серого было по моему вот только на мордочке у лисы и белым у нас делалось вот этот делался вот этот бантик у лисички вот эти вот капли дождя вот они у нас на фоне и французские узелки вот вот у нас два и два в глазках давайте поближе покажу такие вот у нас глазки получились и также были французские узелки красные изображающие ягодки вот здесь вот вот тут рядом я очень люблю крутить французские узелки вот тут вот у нас я сначала подумала заменить на бисер вот еще но потом передумала и вот эти вот красавцы я люблю крутить узелки поэтому решила на бисер не заменять хотя я видела что заменяют теперь всю эту красоту мне нужно оформить мне ее уже дарить через два дня поэтому нужно было бы уже в общем-то и к оформлению приступить я уже ее постирала погладила шнурок я не помню показывала я вам в предыдущем кусочке или нет я буду использовать вот такой вот у нас в Украине тоже можно такие купить и на Алиэкспресс я вот этот покупала на Алиэкспресс подарила подруге а сейчас забрала назад нет ну я забрала чтобы маленький кусочек отрезать она мне попросила она мне дала за что огромное спасибо я не помню показывала я его или нет но в общем шнурок будет вот этот у меня есть еще от предыдущих лисит я додумалась не выбрасывать слава богу у меня есть вот такая вот штука такой себе трафаретик и я только что его проверила то есть я просто вот так вот подхожу к стеклу оконному прикладываю и смотрю хорошо ли помещается поместилось идеально ну собственно чего бы оно не поместилось каунт тот же самый схема такого же размера поэтому у меня уже есть такая прекрасная бумажная заготовка я сейчас ее обведу на пивном картоне вырежу себе два таких овала внутрь буду давать наверное на каждую половину по вот я я не помню два или три слоя синтепона но мне кажется что скорее всего два я попробую сейчас пересмотреть свои видео о предыдущих лисичках может я где-то говорила но что-то мне подсказывает что вряд ли и стал вопрос конечно же о ткани на задник не так давно где-то месяц назад наверное я искала тоже для какой-то работа и ткань поняла что у меня очень маленькие запасы таких вот декоративных тканей очень не разнообразные в основном зимние и под каждый следующий процесс который я вышиваю мне приходится покупать заказывать где-то специально подбирать ткань если это какой-то большой процесс из шести игрушек это еще ладно но если это одиночные пинки пипы или пар все таки не хочется этим заморачиваться каждый раз платить за доставку в общем я купила на алиэкспресс более 100 отрезов хлопка по-моему то ли 25 на 25 сантиметров что-то такое такими квадратиками показывала это все в видео о покупках сентября подробно каждый кусочек это очень длинное видео и вчера опять же приезжала ко мне подруга мы оформляли ее пинки и она говорит ну давай тебе хотя бы ткань выберем в общем мы полезли в мои вот эти вот запасы свежеприобретенные ткани и просто полюбуйтесь что мы нашли мы нашли вот такую вот ткань только посмотрите на это это же зонтики это же зонтики лисичка осенняя в капюшончике с капельками дождя и зонтики вы знаете мне кажется более идеального сложно было бы найти конечно можно было бы наверное что-то с листочками или что-то такое но эти зонтики мне настолько понравились и плюс еще когда мы искали эту ткань мы нашли еще как минимум два варианта среди тех тканей которые я приобрела которые бы тоже сюда подошли но вот мы увидели эти зонтики и поняли что ну все на этом можно останавливаться так что пока что первый блин не комом моя система работает и вот это вот приобретение огромного куска огромного запаса вот этих вот маленьких кусочков ткани таки таки сработало мы быстро нашли ткань и нашли я считаю ну практически идеальную единственное что мне теперь нужно изловчиться мне из этого надо вырезать ни квадратик ни кружочек мне из этого нужно вырезать овал и давайте я вам немножко отдалю и я вот думаю как грамотно вырезать теперь из этого всего дела овал потому что мне же еще нужны запасы то есть мне нужно от края отступить где-то вот так вот то есть где-то вот такой вот кусочек тут же еще будет синтепон пока оно там натянется то есть это у меня получается останется вот такая полосочка здесь и вот такая полосочка здесь то есть получается вот такая буква Г своеобразная останется конечно если бы это был круглые пинки было бы гораздо проще тут бы побольше потом осталось тканей Ну, ничего страшного Все равно какой-то запасик у меня будет Я вот думаю, или так делать Или так делать Поменяет ли это что-то вообще Мне с геометрией, знаете, всегда все было Не слава богу Но тут Как бы По-моему, оно все равно будет В общем, если вы понимаете Как было лучше вырезать То я с удовольствием вас послушаю Но сейчас пойду Уже как-нибудь вырежу И буду оформлять Свою лисичку Все Теперь точно в следующем кадре Вы ее увидите уже готовой Всего несколько часов вчерашнего дня И, пожалуйста Моя лисичка Уже оформлена Смотрите, что у меня получилось Я буквально Несколько дней назад мы с подругой Оформляли пять ее пинкипов Поэтому у меня была набита рука Я просто Я даже не засаживалась Знаете, вот конкретно я делаю пинкип Я на протяжении дня Расслаблена Сначала вырезала вот эти овалы из картона Картон, кстати, я использую пивной картон Полтора миллиметра В общем Вырезала два этих овала из картона Поделала что-то другое Вырезала два овала из синтепона Обрезала Поделала что-то другое Вернее, не два, а четыре Такие два слоя синтепона В каждую половину То есть у меня здесь внутри Четыре слоя синтепона Погладила ткань вот эту Или показывала вам ее Наверное, уже глаженную Наверное, да В общем, потом как-то еще что-то поделала Натянула лицевую сторону Походила Натянула изнаночную сторону Походила И склеила Ну, потом уже пошло быстрее Потом уже прикрепила шнурок Прикрепила вот этот вот подвес Смотрите, как у нас лег шнурочек Мне кажется, что вообще шикарно Он здесь смотрится И вообще для вот этой вот серии лисичек Я рассказывала, да Это в этом видео У меня уже сливается Отдельное видео И вышивальная неделя Уже сливается По вот этому вот краю Здесь в каждом листочке Соответственно, вот это вот Этот шнурок, он идеален У меня только в одной лисичке В первой не такой шнурок Мне теперь жалко Что он там не такой В общем, мне кажется, что Ну, замечательно Вот этот шнурок смотрится Вот он по краю Такая вот косичка Здесь у него, кстати, есть Такой прикол Что некоторые листочки Из шнурка торчат А некоторые листочки Они находятся в этом шнурке Внутри То есть, они как бы Скручены внутри Вот этой вот косички И, ну, я тут уже, наверное, Все подоставала Тут я вам уже не смогу Продемонстрировать Да, я тут уже выковырала Все, что можно Но, видите, вот этот еле торчит Да, вот я его доставала Он был вот как бы В этих переплетениях Внутри Вот там вот спрятан То есть, его можно Оттуда поддеть Достать Да, вот тут еще один Можно поддеть Достать То есть, они там спрятаны Внутри Эти листочки В шнурке То есть, не только то, что торчит Там можно из него добыть Еще и побольше листочков Если вам нужно Подвес Как и у предыдущих Двух, по-моему Да Короче, у меня первая лисичка Как неродная Татьяна, отдайте я переделаю Ну, я шучу, конечно В общем, ну, три у меня оформлены Вот действительно По одному Принципу Там вот этот вот шнурок Косичкой с листочками И подвес Как бы из этого же шнурочка Я просто достала Вот такую вот часть И с другой стороны Да, наши зонтики Вот так вот они выглядят Я сначала, конечно Я тот еще гений Не делайте так, как я Отрезая ткань Ориентируйтесь, пожалуйста На расположение рисунка Потому что я отрезать Отрезать я отрезала овал Но отрезала я его Скажем так Вот в такой вот ориентации То есть у меня вот так вот Был длинный такой отрезок ткани Но потом я это взяла в руки И поняла, что ну зонтики Они здесь, ну, либо вот так Либо вот так Но уж никак не вот так И я просто минуту пыталась Себя уговорить Пойти на сделку с совестью И все-таки оформить Вот таким вот образом Не прошло Поэтому пришлось мне хорошо У меня там, на самом деле Я когда дотягивала У меня получилось С двух сторон Вот такие вот запасы ткани А еще с двух Вот такусенькие Малюсенькие запасики Я как-то вообще Правдами-неправдами Ну, короче, натянула Все хорошо Но обращайте внимание На ориентацию На расположение рисунка На вашей ткани Не будьте как я Будьте нормальными В общем, вот так вот Выглядит у нас стык Он у нас вверху Вот с лицевой стороны С изнаночной Мне кажется Достаточно аккуратно Ну, я уже набила руку Честно вам скажу Я уже набила руку На этих лисичках И вот так вот это все Выглядит в Как это сказать? Профиль В общем, сбоку Видно, что он у меня Такой приятно пухлый Получился этот пин кип Немножко, возможно Зрительно Кажется, что С этой стороны Ткани больше, чем с этой Но в этом во всем Виноват Прошу в этом всем Винить его Вот этот вот желудь Из-за которого Кажется, что Верх Немножко смещен Но на самом деле Это не так Тут все ровно Просто нельзя было Сдвинуть еще вбок Потому что этот желудь Бы вообще уехал Непонятно куда На самом деле Вот здесь вот Ткани Здесь вот ткани Одинаково Я все Отмеряла Натягиваю я Вот лицевую сторону Да, то есть Вот у меня У нас бутерброд Вышивка Далее Синтепон Картон Все Натягиваем И то же самое С изнанки У нас Ткань Синтепон Картон Тоже все это Натягивается Натягиваю я Лицевую и изнаночную Сторону Нитками А две половины Уже вот Две готовых Вот этих вот Штуки Я склеиваю Вместе Я не сшиваю У меня был И такой опыт В жизни Но не могу сказать Что мне очень сильно Понравилась эта история Я несколько лет назад Сшила перед новым годом 12 пинкипов И с тех пор Как-то я это дело Знаете Не успев полюбить Разлюбила Поэтому я склеиваю Да И шнурок Соответственно У меня Тоже По краю Приклеен Я пользуюсь Клеем Момент Кристалл Он прозрачный Он Ну идеальный Мне кажется Для рукоделия Я им пользуюсь Всегда Можно Подвигать Еще Если что-то Как-то Не совсем так В общем Очень удобный Хороший клей И что я вам могу сказать Кажется На этом Наша Лисиная история От Анны Петановой Закончена Я аж не могу В это поверить Это ж как Такое могло Со мной случиться Чтобы прошел Уже Год Уже Прошел Год Так что Спасибо огромное Анне Петановой Если вдруг Она меня смотрит Или до нее Дойдут слухи Спасибо огромное Вам за Такую прекрасную серию Это действительно Было Очень круто И Осеннюю Лисичку Я вот уже Прям ждала Я ее ждала Как Знаете Новую серию Выхода Какого-то сериала Ты сидишь Такая В 9 утра Такого-то числа Ты сидишь И перегружаешь Страничку Вот буквально Так я перегружала Страничку В ожидании Этой осенней Лисы Я поучаствовала В Там был какой-то Экспресс Предзаказ Там за Сутки Чуть ли не Анна Петунова Ее нарисовала Я практически Сразу к ней Приступила И Получилась у нас По итогу Вот такая вот Красота На этом все Закончилась Одна моя Такая авантюра Закончилась Одна моя Четырехсерийная История Посмотрим Может быть Анна Петунова Или кто-то другой Придумает еще Что-то такое Сезонное Но Я Очень Рада Что Моей подруге Нравятся Эти лисички Она Украшает Дом По сезонам И я знаю Что эти лисички Занимают Там Достойное Место И вообще В преддверии Комментариев Бывает такое Достаточно часто Меня спрашивают Марина Не жалко Как вам не жалко Дарить Как не жалко Не жалко Вот честно Я вчера об этом Думала И Пришла к выводу Ну в общем Я к нему пришла Уже давно И еще раз Это обдумала И утвердилась В своем мнении Что Дарить не жалко Было бы Было бы кому дарить Вот честно Были бы люди Ну знаете Не просто А вы подарите А вы подарите Всегда можно найти кому Были бы люди Которые Вы уверены На сто процентов Что они оценят Что они понимают Что это труд Что вы вкладывали туда Душу Что вы вкладывали туда Какой-то положительный посыл Которые будут радоваться Которые не засудут Там вашу работу Куда-то В дальний ящик Поэтому Если есть такие люди Дарить Никогда не жалко На этом все Спасибо всем огромное За внимание Удачи вам И творческих успехов Пока Субтитры сделал DimaTorzok